Я хочу вам порекомендовать канал Влада Давиденко. Это мой одногруппник, который мне помогает по учёбе, и он до сих пор без партнёрки. Поэтому личная просьба, давайте все вместе подпишемся на его канал. Подписывайтесь на канал, тут куча лайф-влогов и всего интересного. Ну, извиняюсь за долгую рекламу, выпуск. И так, снова Survival Craft. И так, вроде бы 46 фпс, 50 фпс, и это в меню. Ну что ж, нажимаем play, фпс сразу падает до 9, возвращается на 40. И пускай кто-то скажет, что у меня фиговый фпс. 45, 40, стабильно. Да, вот скажите, что у меня лагает. Вот, не знаю, насколько нужно быть человеком, таким бессовестным, чтобы сказать, что у меня лагает. После всего этого. Ох, ну что ж, подземный проходит, есть. Осталось найти чуть-чуть уголька для факелов. Ну, думаю, стоп, наоборот, 12 нам надо. Так, не 13, 12. Так, раз, два, три, раз, два, три. Берем, делаем вот так вот, 24 факела, в принципе, есть. И это не может уже не радовать появление факелов. Ну, и, что огорчать успевают, так это отсутствие еды. Ну что ж, с одной стороны будет факел, с другой лампы. И вот здесь тоже будет факелар. И, да. По ступенькам спускаться не особо удобно. Так, тут у меня шахта. Я настолько давно играл в сервер Велкрафт, что позабывал, что у меня где, и... И, да, у меня, походу, нет. Ну, да. Так, я не понял, а что у меня... Тут Wi-Fi включу. Так, не надо тут мне... Всякие Wi-Fi тут... Повключают и делают летсплей своих. Подписчикам не дают нормальный летсплей смотреть. Последнюю тыкру даю, две оставляю на семен. Еды у него нет. Еды у него нет. Но, кажется, тут комментарии излишни. Ферма, конечно, бы не помешала, но... Такое наличие еды, это довольно-таки хорошо. Так, отключу зарядник, потому что неудобно его придерживать пальцем. Как я и говорил на стримах, задержка видео вызвана очень расшатанным гнездом зарядки в моем телефоне. Ну, и я недавно его отнес в ремонт все-таки. Починили там его... И потом сказали... Не, Милор... Нет, точнее... Там посмотрели его, сказали, если гнездо будет, мы ему позвоним. Позвонили, в общем, они сегодня с утра. 25 число. Наверное, выпуск вы увидите 26 или 25 вечером. В общем, они посмотрели на гнездо, сказали, если будет гнездо, позвоним. Позвонили сегодня с утра. Спустя две, блин, недели. Или неделю, но... Тащилась эта вечность. Потому что ходить с вечно разряжаемым телефоном... Это жесть. Ну, я промеркал, потому что он быстро очень садится. Батарея там посаживает. Сегодня с утра мне позвонили, сказали... Не, Милок, гнезда не нашлось. В общем, можешь приходить забирать. Я пришел... Телефон был в разобранном состоянии. Можешь приходить забирать. Было сказано в тот момент, когда телефон был еще в разобранном состоянии. Ну, просто S-сервис. Без комментариев. Просто так. Это дубовые листья, поэтому поставим их под дубом. Так. Будем аккуратно рубить березочку. Ибо лишним это нам далеко не будет. Ну, сначала дуб, потом перелезем на березу. Вот. Конечно, знаю, что в Майнкрафте, в Сервавилкрафте по листьям можно ходить. Вот, интересно, в жизни возможно ли вообще воссоздать такую плотность и принцип крепления листьев к стволу дерева, чтобы листья так держали и выдерживали человека? Вот, вы сами представьте, вот, насколько должны быть плотными листья, и насколько они должны быть крепкими, и... А именно, насколько крепко крепиться к дереву, чтобы выдерживать вес человека. Что же это за листья-то такие будут, вы представьте-то, а? Так, еще чуть-чуть. И все. Есть. Вот это дерево срубываем. И пойдем все-таки делать нашу любимую ферму. Так как еда нам очень и очень нужна. Так, в Майнкрафте недавно ферму делал. Здесь ферму. На стримах ферма. Что-то у меня такой фермерский сезон открылся. Оооо... Не, что-то вот здесь мрачновато. Нужно будет еще сюда и на противоположный конец лампы вставить. Так, для этого нам нужно будет... не помню точно как делается лампа но по внешнему виду кажется примерно так но чуть-чуть ошибся так ну что ж две лампы у нас есть и мы их поставим вот сюда заодно и будет на улицу освещение такое сразу двух зайцев как говорится одним выстрелом клик и где-то вот здесь тапаем сюда и продолжаем я что-то только один факел поставил будет два так второй уровень шахты домика будет точно уж не в этой серии может следующий а вы пока пишите еще идейки что можно сделать а если вы за второй уровень этаж домика то пишите про второй этаж домика а больше стака это думал чё ж он не складывается кстати да нужно сделать склад нужно построить декурат нужно построить склад и много-много всего прочего так пять таких ступенек пять таких наверное сделающие подземелье какой-нибудь но это уже не сейчас ну вы серьезно вот вот я собрался делать ферму и сразу дождь вот так ты игра ты со мной да а по тебе еще и летсплей снимаю снимай после такого возьму ты всю серию ой все так 4 палки возьмем и 4 доски а лучше есть и закройся в шахт да кабло ставим дома кабло ставим дома так там пойдем 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 там еще будет что-то так еще неплохо на неплохо было бы очень что-нибудь сделать в шахте так я не помню слева справа базалит я где-то находил пищу да пещерку в общем тут есть уголь тут есть железо я понял что зря я не взял бы лыжник а доски расходовать это ну так сказать не особо классная идейка так значит нам постоянно будет направо надо а значит можно будет сделать вот здесь вот такое окошечко мол иди направо так 3 есть присаживаемся вот так вот ставим и теперь можно сюда поставить кирку чуть-чуть наряд железо забудем железо что же можно сделать еще будет шахте ну как минимум как всегда перевалочный какой-нибудь пункт как перевалочный пункт у военных назывались может я раньше еще называл это название где-то в средневековые где-то у меня ассоциируется почему-то со средневековым и с толкином вот вылетела из головы все попытаться вспомнить будет зря так сделаем такой перевалочный пункт домик шахтера так клик клик так еще одна кирка есть забываешь слова и забываешь его и пытаешься вспомнить не можешь ладно ну что ж продолжим на этой такой забывчивой ноте ну это самое в общем вот здесь прямо сделаем этот скажем опорный пункт не все равно я буду пытаться вспоминать но буду постараюсь дальше говорить может как-то само собой вылетит и вспомнится эх ну что ж все равно я не могу это забыть ладно дальше так сейчас добудем уголь и выплывем себе железную кирку немного меди возьмем и надо бы конечно налутать кожи сверху для одежды а то как это хожу ну и ферму именно хлопка нужно сделать чтобы было очень хорошее количество одежды очень хорошо а хотя чё я мучаюсь может сделать новый прототип фермы у меня в принципе есть прототип фермы довольно таки неплохой кстати на половину стыренный у как всегда того же маузера который сейчас скатился так а мне сейчас нужно потихоньку раз два тихонечко собрать это все и попытаться не пойти дальше за железом и не следовать что вот там да ну это пещеры пещер просто что я насчет угля говорил нету тут угля да ладно еще и вода есть просто классный сид сид просто очень хороший если найти вот эту пещерочку так что там что-то там ничего хорошего не вижу действительно ничего хорошего абсолютно ничего можно конечно быстренько попытаться это быстренько это закрыть что не показалось ли только что оборотень а блин это была вода все-таки планы факт я сейчас подумал что тут оборотень бродит честно сервайл крафт иногда выдают моменты пахлище хорроров тот же гром то гром дождь как его назвать еще тут же момент в пещере просто аж вздрогнул так печка уголь железо такс ну вроде бы у нас более менее нормально все во первых сделаю меч во вторых киркум третьих сделаю наделаю палочек и забуду что я хотел тут сделать сундук конечно же так ждем еще два слитка и оставим тут все переплавляться сами пойдем дальше вниз так есть в верстаке кстати можно оставить топор ну потом его оставим конечно так раз два раз два берем железную киркум делаем еще одну каменную потому что не помешает так немножко расширим еще вот эту базу Ладно, напомните, пожалуйста, в комментариях. Так. Ну что же, мы сейчас пойдем все-таки на исследование этой шахты. Хотя нам нужна ферма хлопка. Очень нужна ферма хлопка. Прям очень-очень позарез. На ферму мы будем делать чуть-чуть позже. Потому что шахты это просто мое все. Я обожаю ползать по таким шахтам, по таким катакомбам. Даже в реальности. Эх. Так. Ну что же, с железом у нас в ближайшее время проблемы будут, если только я начну крафтить броню. Эх. Так. Уже первая кирка сдулась. Нам нужно было еще сделать пару кирок. Делаем нормальную, хотя бы не до лесенку. Так. Раза три. И вот так вот, три кирки есть. Лишних кирок не бывает. Поэтому это скидываем сюда, а уголь с железом оставляем на переплату. Точнее в печке. Ну что ж, уголь тут есть. Железо пропускать мы не будем. И рубить его каменной киркой, потому что... А вдруг все-таки алмазы попадутся? При исследовании это будет красотень или потень. Ох. Хотя... Сейчас, наверное, до алмазы даже добираться особо не буду. Ой, я оттарю. Ты как на это. Наверное, сейчас вот эту жилку, железо быстренько вырублю. Заберу железо из печки. И буду выдвигаться наверх. Так-с. Еще один блок. И еще один блок. И вот так вот. И еще одному блоку. У меня... Как-то... Обнаружилась полстака. Ну или что-то около того. Ну, довольно-таки немало. Это факт. Ну, а тут уже, к счастью, эта жила закончилась. Да. Так, ну что ж, пойдем наверх. Заодно и перекусим. Перекусим чуть-чуть, чтобы прямо уж на полный желудок спать не ложиться. Пройдемся. И будем все-таки ложиться спать. Вот. Сюда. Прыгаем. Конечно, мы запыхиваемся. Рестывал. Поприседал. Прыщать. Отдохни. Кстати, в Снейк Моге вроде бы отдыхает быстрее. Уф. Ну что ж, в принципе, блыг я так и не накопал нужное количество. Сейчас могу только узнать, день или ночь на дворе. И посмотреть, спать надо ли или надо поспать. Так-с. Ну что ж. Так. Лев. Последний раз так. По листьям, типа. Не иди ты, Лева. Мне это не... Лол. Он даже... Мне его даже убивать не пришлось. Без комментариев. Я не помню, где я хотел сделать ферму. Но мне кажется, сделать ее нужно где-то вот. Вот тут, где я мечом показываю. Хотя места будет маловато. О! Я вспомнил, зачем мне нужна была медь. Конечно же. Конечно же для ведра. Потому что ферма без воды. Без комментариев. Так-с. Мне не нравится вот эта дырка, потому что она просто мне не нравится. Объясню так объясню. Так-с. Еще, 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 еще. А что еще может быть? И опять спускаемся. Так, разряженный на 15% ничего страшного. Когда будет на 4%, тогда придется подключить зарядник и летсплеить дальше. Так-с-так-с-так-с. Чуть ли не упал. Просто так на мельчайшем повороте пальца успел вытянуть отсутствие падения. И вот так с каждым факелом как будто заходишь дальше. А какая-то неправильная шахта. Не, ну серьезно, она неправильная. Практически под радиус факела несколько. Идет вниз. Налицо отсутствие любого полезного ископаемого. Ладно. Стоп. Я же где-то видел тут медь. Ну не тут, конечно. Эй, 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 эй. Комплиеров трогать нельзя. Стоп. А что у меня с контролами? А, прыжок же. На всем чем только можно. Так-с. мех конечно мне нужен но не такой ценой так стоп я жугля могу в него кинуть так про этот момент я забыл относительно старенький так я вспомнил где меч хотя миде тоже можно кидаться на уголе так возьмем на два ведра как раз чтобы сразу натаскать на бесконечный источник воды теперь присаживаемся и кидаем есть стоп он что выйти не может но еще один но подойди ты что выйти не можешь да ладно вот не надо вот сейчас он по любому он походу действительно не могу идти а там еще медведятина походу шарится да там медвежатины полно поэтому пора сваливать отсюда мои дорогие друзья так смех есть мех есть сваливаем по добру по здорово конечно количество меха пофиксили выпадающие по три по четыре из медведя теперь это число в районе пяти насколько я заметил за последние секунды но это не особо менять не будет вот лагов нету 45 фпс стабильно не понимаю что с моим телефоном конечно может там не решили сбросить до заводских настройках восстановили все хотя это очень сомнительно так куда железо медь нам сейчас нужно 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 без разницы пока что так нам нужен коттон вот еще десять есть и одно семянишка дикой пшеничка маловато будет маловато так о пять копер слитка уже есть остался шестой есть шестой так берем ведро открываем дверь захлопываем дверь ведром понимаем что нам сейчас не поздоровится закрываем одну дверь открываем второй дверь выходим даем мишки по хлебальнику аккуратно даем мишки по хлебальнику чтобы он упал понимаем что по хлебальнику можем сейчас получить мы смотрим на мишку потом понимаем что можем от кого то получить сзади потом понимаем что сейчас можем получить по хлебальнику от мишки сзади и думаем как нам строить теперь ферму потому что нужно будет спускаться к озеру так ну мишка не хочешь прыгнуть так первое мишка есть главное чтобы не набежало пираньи потому что уже темнеет они у этих так еще могут быть эти скаты это мне не нравится о мясо спасибо за мясо я слиняю так кросс джон так сюда сюда и зайди ж ты и клик и клик фух поспим так успокоились вспомнили что надо было набрать воды и и понимаем что придется делать таймлапсик на всю постройку фермы далее так спустимся быстренько сюда так гена гена ты меня уже который раз напрягаешь и я думаю что ты койот так иди пираньи покормим стоп а что бесконечные источки источники в сервайл крафта же не делаются или я не понял вообще юмора тут ладно сейчас глянем что да как что к чему так не на ферму придется делать где то вот здесь даже не снимать так пособираем быстренько все кстати отличный метод рубить траву очень быстро так так на рубили довольно много я скажу так время что нибудь пожрать ну на поешь так не ну нужно будет выравнивать вот тут горочку где то так под нолик или чтобы у меня вот здесь как раз ничего не нарушилось а это значит что берем сейчас убираем тут листок и тут листок потом берем все эти три я же срубовал два вроде убираем и думаем на каком это уровне так это три блока это отсюда один два третий запрыгаю и на вот этот уровень уровень моих листьев нужно сравнять гору нужно сравнять гору и сделать вот уже здесь получается ферму да ну а этот холмик оставим второй вот этот так ну что ж на этом пожалуй на этот момент все так лёв точнее вот сейчас ко мне не приставай где же так ну что ж на этом пока что завершение небольшой такой поход в шахту и решение снести гору приняты на уровень вот этих листочков в принципе уровень приемлемый даже гора будет вся чуть выше моих дверей основных но с балкона будет со второго этажа как раз классный вид на ферму оооо ну и 18 код она уже есть заодно сейчас ставим металл плавится ну а на этом все всем удачи с вами был тамплиер как же я ненавижу дождь пока